Здравствуйте! FIO BTR5 версии 2021 года это Bluetooth ресивер стоимостью 360 белорусских рублей. На первый взгляд он фактически ничем не отличается от своего предшественника. Это такая же мощность 80 милливатт на небалансном выходе и 240 на балансном выходе, естественно, при сопротивлении в 32 Ом. Это такое же время автономной работы, это фактически все те же чипы, что на Bluetooth, что на USB в 86, 75 и 208 соответственно. Но при этом взаимодействие с устройством и его звучание все-таки отличаются. И в первую очередь, что сразу же является огромнейшим преимуществом, это приложение, которое однозначно стоит поставить, которое делает управление устройством значительно легче. Ну и плюс здесь есть некоторые фишки, которые будут полезны, хотя на первый взгляд это не очевидно. То есть, во-первых, вы видите всю информацию, которая вам нужна в самом приложении. Это и используемый кодек, и батарейка, и все остальное. Также вы можете вручную ввести сопротивление используемых наушников. Я не ожидал, что это даст какого-то преимущества, но решил все-таки попробовать, слушал 16 Омные наушники, вручную вбил 16 Ом, и я понимаю, что действительно звучание стало лучше. То есть, немножечко выровнялся тональный баланс, за счет этого стало немного лучше с аналитикой. То есть, звучание в целом стало лучше. То есть, эта технология, естественно, работает. И, в общем, чем больше с ним работаешь, чем больше к нему привыкаешь, разбираешься в каких-то аспектах, тем приятнее оно для себя же становится, и приятнее им пользоваться. По поводу звучания в целом, БТР-5 предыдущей версии было очень логичным устройством, потому что, несмотря на свою относительную бюджетность, если брать какие-нибудь Hi-Fi плееры, те же их плееры FIO M11, M15 и так далее, так вот, несмотря на свою бюджетность, он старается быть нейтральным, он старается больше идти в аналитику, он не старается добавить вам надбавочной, там, какой-то яркостью каких-то частот, что-то свое привнести. Он просто преобразует цифровой сигнал в аналоговый и усиливает его все, то есть, без каких-то своих особых подач, характеров и так далее. Это очень правильное решение, потому что технически его сделали достаточно грамотно, он не косячный, даже версия в предыдущий, 20-й год, если не ошибаюсь. И здесь это то же самое. К сожалению, не было возможности сравнить предыдущую версию с нынешней, но здесь я получаю точно такую же подачу. Это нейтральность, и при этом, что немаловажно для подобного устройства, это хороший контроль. То есть, даже с значительно более дорогими наушниками, чем он, он справляется с контролем на высокой громкости, причем как по высоким, так и по низким частотам, не ограничивает там какими-то упрощениями, какими-то спадами, для своего бюджета он звучит великолепно. И если мы будем сравнивать его с какими-нибудь сапа-усилителями, которые будут стоить немножечко дешевле, как тот же там iBus EDC 05, как тот же Meizu в Mblue, точнее Hi-Fi DAC, либо же HIDIS S3 Pro, он будет себя показывать хорошо. У него больше мощности, он более правильный по своей подаче, он меньше косячит, и в итоге, даже несмотря на то, что он стоит дороже, чем они, уже как-то подумаешь, а можешь все-таки переплатить и взять, тем более, что паршивец еще и выглядит так приятно. То есть, ты его держишь в руках и понимаешь, что это что-то визуально приятное. Его, естественно, и приятно было в том числе фотографировать, какое-то взаимодействие проводить, но это уже как дополнительные, такие вторичные действия. И самое главное, что хотелось так под итог сказать, это очень грамотное устройство, в котором не накосячили ни в одном аспекте. Визуальная составляющая, все классно, клавиши, все классно, экран классно, да, он маленький, он малоинформативный по сути дела, но есть приложение, через него все делаешь, все, посмотреть просто быстро какие-то основные вещи, сколько у тебя батарейки, какой используется кодек и какая громкость, все, предостаточно. Он с этим всем справился. Разъемы Type-C находятся на своем месте, есть два разъема тоже на своих местах, они ровненько находятся и... не знаю, приятно, очень приятно. Поэтому не знаю, как до него докопаться, он просто оправдывает свои деньги. И опять же, ему на руку играет то, что как таковых конкурентов толком нет. То есть в Шанлин А5, я не помню вообще есть такой или нет, еще А4 в любом случае будет уступать, потому что и косячнее по своей прошивке, и уже имеет свои привнесения по звуку. То есть он не совсем корректно добавляет яркость, то, что не совсем от него хочешь. И поэтому для себя, когда решаешь, что было бы более таким интересным вариантом, естественно, больше смотришь в сторону того же БТР-5, как более сбалансированного и не косячного устройства. Опять же, я не говорю, что он универсален прям для всех. Ну, просто когда говоришь о чем-то хорошо, очень хорошо, ты чувствуешь себя как-то неловко. То есть то, что там нахваливаешь. Каждый раз об этом говорю, но это присутствует. Ну, и в принципе, на форумах вы сами уже, сами достаточной информации о нем знаете. Это хорошее сбалансированное устройство. В который раз-то повторил. Все. Поэтому свое видео впечатление по данному ЦАПа усилителю с Bluetooth буду завершать. Если есть что, есть желание добавить от себя что-то, естественно, пишите об этом в комментариях. И на этом буду закругляться, прощаться. Большое вам спасибо за просмотр. По ссылке в описании сможете его найти. Счастья, здоровья. До скорых встреч.